На сегодняшний момент проблема нарушения слуха у людей становится всё более актуальной. Возрастает число как врождённых, так и приобретённых патологий. Это связано с плохой экологией, с сильным шумовым загрязнением города и рядом других факторов. Подробнее разбирался наш корреспондент. Нарушение слуха – это ухудшение способности воспринимать окружающие звуки полностью или частично. Профилактика заболеваний данного вида необходима на протяжении всей жизни человека. Нельзя пренебрегать походом к специалисту даже в случае минимального дискомфорта. В первом случае нужно обратиться сразу к лор-врачу, чтобы лор-врач квалифицированно провел осмотр, посмотрел, есть ли инфекционные или острые заболевания, исключил их, а также дальше направил к узкому специалисту, это сурдолог называется, врач, который обследует слух и речь. Также на приёме сурдолога проводятся специальные обследования, дополнительные обследования, назначаются, может быть, анализы и по необходимости назначается слухореабилитация, или назначается лечение, или уже назначается рецепт на слуховые аппараты. В тех случаях, когда использование слуховых аппаратов не приносит пользы, пациенту требуется операция по кахлярной имплантации. Важно отметить, гражданам Казахстана с нарушением слуха данная операция проводится на бесплатной основе в рамках обязательного социального медицинского страхования. По вопросу кахлярной имплантации у нас проводится, есть программы непосредственные по кахлярной имплантации. Данные операции проводятся в клиниках города Астаны, как взрослым, так и детям. Сами аппараты, они для граждан Республики Казахстан являются бесплатными. Аппараты приобретаются за счёт Министерства здравоохранения и имплантируются пациентам по необходимости. Согласно протоколу диагностики, который существует у нас, диагностики, лечения, которым пользуются доктора всех регионов и республики, это пациенты, имеющие тугоухость четвёртой степени. Таким пациентам проводится кахлярная имплантация. Отметим, специалисты не рекомендуют чистить слуховой проход инородными предметами, такими как ватные палочки, спички или иные предметы. Это может привести к травматизации барабанной перепонки. Наушники носить не запрещается, но находиться в них можно не более двух часов в день. Эдуард Погребицкий, Лешар Шакубаев, Кокщиак, Парад.